День Победы это еще и повод заработать. Новосибирские предприниматели начали активные продажи патриотической атрибутики, наклейки на автомобили, государственные флаги, георгиевские ленты. Ветераны просят их не переходить морально-этических границ. Об особенностях праздничного бизнеса Павел Теунов. Самая большая звезда будет стоить 600 рублей. Вот примерно такая наклеечка будет стоить 150 рублей. Для многих студентов новосибирских вузов май не пора подготовки к экзаменам, а время для заработка. Ян Петренко раньше наклейками на тему победы в Великой Отечественной войне не торговал. Заняться таким бизнесом решил после рассказов своих сверстников. По тому, что я прочитал в интернете, по предыдущим годам идет хорошая накрутка на наклейки, поэтому прибыли в разы больше, чем вложено денег. Из Питера заказывали, то есть не из типографии, а у человека. Молодые предприниматели вложили в свое дело чуть больше 30 тысяч рублей. Планируют заработать в 3-4 раза больше. В местные типографии обращаться не стали. У новосибирских печатников нет готовых макетов. Работают только по эскизам, которые предоставит заказчик. Впрочем, более опытные коммерсанты считают это преимуществом и готовы предложить клиентам эксклюзивные варианты. Готовы подстроиться под самые экзотические запросы. Человек на заднее стекло получается. Машина заказала наклейку, нам полчаса надписи «Мой бабай Берлин шатал». Вот такая тоже интересная. Хотя такой вообще даже нет. Скидываешь, какие макеты нужны, они все сколько метров, какие наклейки, размеры, все говоришь, все делают, распечатывают. Дальше сами вырезаем все. В погоне за индивидуальностью многие автолюбители забывают о морально-этических нормах, говорят ветераны. Наклейка «Спасибо деду за победу» им нравится, но «Можем повторить» уже слишком. Сейчас появились наклейки такого провокационного характера. Вот это, я считаю, надо пропагандировать нашу победу, нашу мощь, а то, что мы намекаем опять на войну, что нам опять воевать, то это, я считаю, не совсем это правильно, некорректно и некрасиво. Это не просто бизнес, а в первую очередь дань уважения защитникам Родины пытаются убедить предприниматели. Ведь каждому покупателю они обязательно вручают георгиевскую ленточку. Павел Теунов, Константин Стремаусов. Новости здесь, Новосибирск.